всем привет меня зовут маргарита и сегодня мы продолжаем собирать чемодан в китае в прошлом видео мы уже поговорили с вами про одежду и аптечку кто еще не смотрел обязательно посмотрите ссылку оставлю внизу в этом выпуске мы поднимем с вами две темы еду и косметику а начнем пожалуй со смысла жизни для многих людей с еды любите больше поздравляю его вы там не увидите китай нет ни свеклы и сметаны черного хлеба китайцы также не едят его конечно найти можно но по вкусу совсем не то любителям молочной продукции также придется немножко грустно сливочное масло сыр творог сметана все это не поднебесный йогурт и молоко в китае тоже очень сильно отличаются на вкус итак что мы берем с собой в китай свое время я везла сыр один кусочек месяц ела по праздникам просто деликатес печеньки и шоколад привычные сладости в китае вы тоже не найдете поэтому если вы отъявлены сладкоежка обязательно запаститесь несколькими а то и несколькими десятками упаковок заранее пока иногда баловали себя в общежитии кружечкой горящих гречка говорят она там есть но какая-то зеленая не проросшая если вы не являетесь большим фанатом гречки вдали от родины может нахлынуть так что если есть место в чемодане возьмите то же самое и о манке видите если любите и не любите тоже берите специи и приправы для тех кто собирается готовить в общежитии самостоятельно советую взять привычные вам приправы потому что специи в китае имеют достаточно специфичный вкус и запах кофе любителям пакетиков три в одном можно не волноваться для тех кто предпочитает молотый или черный растворимый кофе рекомендую взять свой любимый черный чай да да вы не ослышались китай родина лучших сортов зеленого чая при этом черный чай там достаточно специфичен на вкус поэтому если вы не привыкли пить зеленый захватите свой любимый черный чай и наконец сырокопченая колбаска на самом деле в китае очень много всяких сосисок колбас и прочего но они соевые на вкус и могут вам не понравится поэтому если любите колбаску берите нашу на самом деле в китае трудно остаться голодным просто приготовьтесь к тому что вам потребуется немножко времени чтобы разобраться свои вкусовых предпочтениях продукты в китае недорогие кроме того фрукты ягоды и овощи которые вы ранее никогда не пробовали доступны в китае круглый год а теперь информация преимущественно девчачья дорогие девушки рекомендую запастись на первое время своей привычной косметикой так как импортные средства в китае достаточно дороги а вместо вы будете долго разбираться не могу не упомянуть и еще один важный момент китайские барышни предпочитают естественность а как мы знаем спрос рождает предложение поэтому если вы дорогие девушки любите гладкость и чистоту советую вам взять ваши привычные средства эпиляции с собой потому что женский станок в китае большая редкость не говоря уже о шугаринге и воски китайцы вообще выступают против загара поэтому на прилавках местных магазинов вы встретите множество отбеливающей косметики и средств от загара если вы привыкли пользоваться средствами для загара возьмите их с собой хорошая новость для тех кто будет проживать таких мегаполисах как пекин и шанхай где больше шансов встретить все вышеперечисленное всем остальным табал в помощь но об этом прекрасном сайте мы поговорим с вами уже в другом выпуске и так сборы чемодана официально завершены я буду очень рада если вы прислушаетесь к моему списку и мысленно поблагодарите меня через пару месяцев вашего нахождения в китае а пока спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь мы выкладываем каждую неделю полезные видео об учебе и жизни в китае всем пока